В главном следственном управлении МВД сегодня заявили, что рассматривают различные версии исчезновения Дмитрия Булатова, уже допрошенные врачи, а также свидетели, которые были рядом с Булатовым. В МВД также сообщили, за период протестов получено 26 заявлений о пропаже людей, связанных с массовыми акциями. На сегодняшний день в розыске остается только один человек. Все криминальные правопорушения, что касается убийств, участников Евромайдана, что касается убийств, работников милиции, снижения, о которых я уже говорил и которые сейчас озвучиваются вам, так все эти криминальные проведения находятся как на контроле Министерства внутренних прав, так и Генеральной прокуратуры. И мы уверены, что мы раскроем и установим все, какие для них причинны. Заместитель госсекретаря США Виктория Нулан снова собирается посетить Украину. Об этом на брифинге в Министерстве иностранных дел сообщил замглавы внешнеполитического ведомства Украины Андрей Алифиров. Он только что прибыл из США, где обсуждал планы сотрудничества Киева и Вашингтона. Алифиров проинформировал американскую сторону о внутриполитической ситуации в Украине, в частности о переговорах власти и оппозиции. В Вашингтоне приветствовали первые шаги к нормализации обстановки, осудили насилие и деятельность радикальных групп. И, по словам замминистра, даже не упомянули о возможном введении санкций против украинцев. Я не хочу спекулювать на тих, скажем, неофицийных заявах, тих чи інших чинников, как в Украине, так и за кордоном. Поэтому, со мной, мова про санкции, будь-якие, финансовые, политические, не велася. Про это не означалося в час наших перемовин, будь-де. А не в Державном департаменте, а не в Белом доме.